Всем привет! Снова с вами Евгений, канал ЧП Винка Жизни Японии. Сегодня я ходил по делам в языковую школу, решил все свои дела, и сейчас у меня есть немного времени, чтобы погулять и показать обычную жизнь Японии, улицы, ну и для тех, кто приезжает в школу Канрин, будет полезно посмотреть, что есть вокруг. Пойдемте немного погуляем. Так, вот здесь вот находится школа Канрин, и рядом сразу большая станция. Здесь пешком до станции Аубадай идти буквально, ну если медленно идти, то 5 минут. А так, в принципе, очень близко. Сейчас у нас обеденное время, поэтому будет немного многолюдно, люди выходят на обед. Так, сразу рядом здесь очень много всего, магазины, так как станция большая. Вот это Айон, продуктовый магазин, довольно дешевый, и работает с 7 до 12 часов ночи, с 7 утра. Цветочный магазин, цветочки, смотрите. Вот такой вот горшочек с цветком стоит 330 йен. Цветы в Японии, конечно, относительно дорогие. Ну, такие маленькие, в принципе, недорого. Всякие розы, все такое, тюльпаны, это все дорого в Японии. Так, давайте пойдем прямо, зеленый свет. Пойдем к той дороге, к которой я обычно хожу, когда иду на станции. Так, это у нас парковка для велосипедов, она платная. Но кто-то вот умудряется оставлять вне парковки. Но если долго будет стоять, то его тоже заберут. Вот есть ликер-шоп, алкогольный магазин для тех, кто любит к напитке покрепче. Да, вот это здание сбоку, это большой торговый центр, называется Tokyo Square. Там, в принципе, есть все, и одежда, и продуктовый магазин вроде есть там, в подвале. Кажется, в этом, или, может, в соседнем торговом комплексе. Если честно, я не заходил туда. Потом, с этой стороны, вот, круглосуточный магазин, Family Mart. Я там иногда, бывало, заходил покушать, потому что со съемок бежал. Нужно было в школу Кандрин, там, студентов снимать и все, что-нибудь. И я вот там вот сидел, покупал что-нибудь о нигере, чай и обедал. Так, что-то у нас было солнышко, а как я начал снимать, сразу стало пасмурно. Так, вот этот большой перекресток. Если в ту сторону пройтись, наверное, где-то минут 10-15 будет станция такая Чеба. Там находится одно из общежитий, в которых селятся студенты Кандрин. Но мы туда, наверное, по качеству не пойдем. Давайте прогуляемся здесь. Вообще, район здесь хороший. Несмотря на то, что это относительно далеко находится от центральной части Йокугамы и Токио, такое, посередине, здесь, в принципе, все есть. И большие магазины, и книжный магазин. Вот, к примеру, Цютая. Книжный магазин, и внизу есть аптека. Томатс. Будни, активное движение. Надеюсь, меня нормально слышно. Так, здесь, в принципе, есть и Макдональдс, и мороженое Баскин Робинс, и суши-рестораны. Кстати, вот с той стороны станции находится суши-ресторан Суши Ро, в котором работают студенты, подрабатывают студенты, которые учатся в школе Канри. Так, вот Баскин Робинс. Здесь у нас банк. Есть банк Мизухо, есть глазной врач. Так, пойдем теперь, идем в дорогу. С той стороны посмотрим, что у нас. Сейчас пройдем, чтобы ни в кого не врезаться. Да, с понедельника, получается, пару дней назад начался режим безмасочный, то есть правительство Японии теперь не рекомендует носить маски, а просто сказало, что теперь маски каждый может сам решать, носить маску или нет. То есть оставили, сняли рекомендацию и оставили на решение каждого человека. Поэтому, конечно, если раньше 99% японцев носили маски, то сейчас после вот этой рекомендации новой стало не 99%, а 98% ходят в маски. Всего лишь 1%, наверное, снял. Так, давайте пройдемся немного. Вот здесь где-то должен быть суши-ресторан, если я не путаю. Да, где-то в этом районе. Сейчас мы посмотрим, где он находится. Так, здесь у нас, видите, Макдональдс есть. Вон там, вижу, еще есть какие-то фастфуды. Это вот другая сторона станции. Так, солнышко выходит, у нас все стало ярким. Здесь автобусы, там вот жилые дома. И дальше есть спальный район. Давайте пройдемся в эту сторону. Так, да, вот здесь велосипедные тоже. Здесь тоже платные парковки. Как они работают? Вы просто велик подгоняете, вставляете колесом вперед в аппарат, он блокируется, и потом вам нужно, когда будете забирать, нужно будет оплатить. Здесь, в принципе, парковка велосипеда практически бесплатная. 24 часа стоит 80 йен. Очень дешево. Даже не 100. Так. Где у нас суши-ресторан? Где-то здесь должен быть суши-ресторан. Что-то я не могу найти. Здесь, да, вот еще есть банки. SMBC банк. И сотовые компании, и аптека, и Ю. В принципе, есть. Есть все, что нужно для жизни. Не нужно никуда ездить. Там, в Юкугаму или в Токио, чтобы что-то получить, какой-то сервис стандартный. Так, что у нас? Давайте пройдемся еще чуть-чуть прямо до того светофора, и потом повернем назад. Так, он в той стороне школы Канрин. Находится. Давайте посмотрим, чем здесь кормят на районе. Мое любимое занятие. Так, вот здесь есть, вон, Якинику-ресторан сверху. Ресторан Якинику. Потом бургер есть. Это фрешнесс-бургер. Японский Макдональдс. Есть дампо. Пицца. Пицца, но она, конечно, дорогая. Здесь 1200. А 1000 и выше ценник. Так, а еще какой-то есть еще. А, смотрите, у них здесь есть... Есть здесь фитнес и спа. Фитнес и спа. 24 часа. То есть, получается, здесь и спортзал есть, и есть что-то вроде онсена. Вот. На первом этаже еще один большой продуктовый магазин. По ценам, по ценам могу сказать, что цены, в принципе, не большие. Помидоры, да, типа помидорам 400 йен. Ну, так, обычные, стандартные. У меня, конечно, дома дешевле, в центре Йокугамы. Ну, потому что там у нас маленький магазинчик. И дедушка ездит, покупает с оптового рынка и продает очень дешево. Ну, там на 100-150 йен, наверное, дешевле, чем здесь. Так. Так, дальше у нас нет. Давайте вернемся в другую сторону станции. Пройдем пешеходную дорогу. Так. Так, магазин. Если вы приехали в Японию без костюма и нужен вам костюм, в принципе, Йоки это один из таких дешевых вариантов приобъяснения костюма. Потому что, ну, если вы будете ходить в японские компании на собеседование, там обязательно нужно одеваться вот так. Вот видите, и девочки, и мальчики. Ну, мальчики, можете, не в юбках, в штанах, конечно, но вот в таких костюмах. Брюки, рубашка. Так принято в Японии ходить на интервью, ну, и на работу в многих компаниях. Конечно, сейчас компании все-таки меняют культуру корпоративную, и уже все больше и больше компаний понимают, что не важно, как человек одет, а важны его профессиональные и человеческие навыки. Так, здесь еще какой-то торговый центр, похоже. Смотрите, какие чистые в Японии бетономешалки ездят. Прямо как будто только с завода их вывезли. Больше мне нравятся, которые зеркально такие, они прям хромированные. Так, это у нас аптека здесь. Чего-то я не могу в сушеро найти. Знаю, что он где-то здесь должен быть. Так, по вывескам, по вывескам тут сушеро. Нет. Будем искать дальше. Макдональдс, вон, Макдональдс, вижу. Ну, вот видите, да, в основном, сколько я вот сейчас хожу, практически все ходят в масках. Так, не люблю снимать, когда вот такая вот погода. То солнце, то облако резко меняется, и камера постоянно плавает. То ярко, то темно. А, вот я нашел, смотрите, вот он, сушеро. На втором этаже. Здесь многие подрабатывают. Да, вот вывеска отсюда, главный вход. Макдональдс, Фэмили, Март, Мистер Донатс. В принципе, на этой станции есть все. И различные виды еды, и магазины, и торговые центры. Ну, вот такая вот небольшая погулка сегодня у нас в районе станции Аубадай. В принципе, будет полезно студентам, которые приезжают сюда. Вы сможете немного ориентироваться. Ну, и всем тем, кому просто интересно Япония, вот такая вот Япония. Ну, кстати, вон, вижу, один человек еще без маски, кроме меня, здесь ходит. Да, наверное, насчитал около троих человек, которые ходили без маски, которые мне попадались. Возможно, их немного больше, но это кого я заметил. Ну, а на сегодня все. Небольшая такая прогулка. Что-то я показывал вам еду и сам проголодался. Пойду, наверное, что-нибудь поем где-нибудь в районе. Ну, все, всем пока, увидимся с вами в следующем видео.